Сергей, день добрый. Добрый день, Андрей. Традиция греха прерываться. Мы по пятнице всегда записываем. Итоги недели. Да, согласен. Скажи, ты пришел в другую компанию. Качество прогнозов повысилось или нет? Ты уже знаешь. Качество моих прогнозов, наверное, это не влияет на переход в компанию. Это, наверное, не мне судить о качестве моих прогнозов. Все-таки твои подписчики будут говорить, качественные они или нет. Ну, начнем как-то копать. Сторон теханализа будем копать или сторону анализа фундаментального? Ну, мы сделаем коллаборацию. Что самое интересное было на этой неделе? Самое интересное на этой неделе. Но, судя по тому, что там идет в запросах, да, и от клиентов. В том числе, это IPO совкомфлота и, собственно говоря, падение акций аэрофлота. Вот, наверное, это два интересных... Может быть, он не падает, может, переходить в другой эшелон, чтобы двигаться дальше? Может быть, но, возможно, и в другой эшелон. Можно так назвать, наверное. Ну, так чего у нас совкомфлот? Ну, давай так. Не помню, в прошлый раз обсуждали мы или нет, но 90% IPO на российском рынке, в общем-то, заканчивается именно вот так. Падением акций после начала их торгов. Ну, я уж так округлил, вот. Ну, пусть будет, да, 90%. Поэтому на будущее, наверное, начинающим инвесторам стоит такие вещи учитывать и, как бы, остерегаться, наверное, от таких вложений. Сегодня мы видим, конечно, бумаги отскакивают, но они еще, в общем-то, далековато от той цены, по которой они размещались. Ну, что касается аэрофлота, тоже мы с тобой это обсуждали. СПО, конечно же, один из негативных факторов для бумаг авиакомпании. Поддержка сейчас расположена 59-58. Если пробивает, ну, идет тогда на весенние минимумы, скажем, как-то так. Ну, да. И плюс негатив, конечно же, ну, такой глобальный, скажем так, пока еще у нас все-таки авиаперевозки не вышли на докризис. Изважно, я задаю защиту с каждой аэрофлота. Не все же так плохо. Как бы, компания решила свои проблемы. Ликвидность повышается. Как? Ну, размыло долю акционеров. Это, да, конечно, здорово, но любое СПО для компании – это негатив. Нет, есть и другая страна. Деловые проблемы решены. Ну, мы с тобой смотрим это в разрезе все-таки для тех людей, которые там покупали или собираются купить эти акции. Долговые проблемы, конечно, решены. Не, мы скажем так, это акция высокорисковая. Если вы не любите риск, то отнесуйтесь. Мы много раз, по-моему, с тобой затрагивали тему аэрофлота. И давно уже я говорил, что аэрофлот, в общем-то, растет, как правило, на каких-то там корпоративных непонятных идеях, которые, в общем-то, не носят долгоиграющий характер. Вот. Что, собственно говоря, получилось. Если фундаментально смотреть, то с авиаперевозок, в принципе, сильно в прибыли не будешь. Ну, как показывает практика. У аэрофлота единственное преимущество – это роялти, который он там получает. И стюардессы. Русские женщины. Ну, это само собой, да. У нас пять начинал сговор такой серьезный. По поводу Сбербанка, что ты думаешь, когда же, на когда же он начнет закрывать этот дивидендный гэп? Как правило, бумаги, особенно такие тяжеловесные, как Сбербанка, дивидендный гэп закрывают в диапазоне от двух недель до месяца. Сейчас у Сбера у нас, у обычки, 205, поддержка, которую он сегодня пытался там пробить. Если пробьет, будет 201, 202. Ну, вот, как-то так, сопротивление остается по-прежнему там в районе 212 рублей. И там еще одно есть, да? В 182, по-моему, в 183. Ну, это совсем пессимистичный сценарий. Давай в следующем. Если вот дойдет он 201, 202, можно уже будет и говорить, конечно же, там, о 182. А «Газпром» тебя зачаровал? Нет, абсолютно. Мы много с тобой говорили о «Газпроме», и я говорил то, что негативным моментом будет закрепление под уровнем 170. Но здесь, опять же, «Газпром» сильно не вырос, поэтому и, скажем так, плавно снижается вниз. Здесь у него сейчас через каждый там рубль-два поддержки. Это 165. Далее хорошие поддержки 161, 162 и 158. Ну, вот, как-то вот там. Это, опять же, практически весенние минимумы. ГМК. Так, по ГМК. Ну, ГМК отдельная история. В общем-то, все, замяли эту тему, забыли, которая вроде бы была, ну, по крайней мере, в инфопространстве. Ну, и все сейчас дело обстоит в том, насколько будет, в общем-то, большим вот этот штраф. Ну, ГМК пытается, естественно, занижает, государственные структуры пытаются взять побольше, но, тем не менее, основной вот этот вот момент, что было, как я в прошлый раз сказал, только ата-та в сторону ГМК. Ну, в общем-то, это определенный позитивный фактор. Но здесь стоит учитывать общерыночную конъюнктуру, которая вот у нас складывается на российском фондовом рынке. Она пока складывается, мягко говоря, не очень. Сегодня индекс Мосбиржи у нас попытался пробить отметку 2,835. Там поддержка, он ее и пробил, сходил на 2,820. И сейчас вот сколько, который час, чтобы было более репрезентативно. То есть, ну, вот сейчас 16,04. Он пытается протестировать эту поддержку снизу, если до конца дня. То есть, если индекс Мосбиржи у нас по концу дня закрывается выше уровня 2,835, в общем-то, значит, не все так плохо. И на следующей неделе, возможно, мы даже подрастем. Если закрывается ниже данного уровня, следующей поддержки у нас это 2,800, ну, и так далее вниз, 2,750, 2,700. Но пока выглядит все таким образом. Вот я знаю компанию, ты очень любишь Лукоил. Да, Лукоил неплохая бумага, но опять же, под давлением, как и большинство бумаг, по Лукоилу у нас основная поддержка это 4,300. Собственно говоря, если прошибает 4,300, дальше 4,100. И не исключено, что 3,700. Но это, опять же, сценарий, скажем так, крайне негативный. Для того, чтобы выйти на траекторию роста, нужно закрепляться над отметкой 4,530. Делягин, экономист, говорит, что неизбежен довальвация рубля. Грозит ли нам крах рубля в данный момент? Это он говорит задним числом или уже, как бы, девальвация уже, ну, по сути, она произошла. Два раза в этом году мы отметку 80 видели. Ну, что значит масштабное в его понимании? Много армагеддонщиков, по рублю. Я к нему поеду только в другой раз, а сейчас с тобой разговариваю. Ну, вот смотри, у нас каждый раз, когда рубль начинает сдавать свои позиции, у людей в голове, особо так радикально настроенных, да, к российской валюте, возникает круглая цифра 100. Вот. И все ее ждут, ждут и не дождутся. Безусловно, когда-нибудь, там, может быть, лет через пять, возможно, да, может быть, больше. Возможно, так и будет. Но пока время для 100 еще не пришло. Ну, хочу напомнить, что когда пара доллар-рубль в очередной раз там протестировала отметку 80, Центробанк вышел на сцену и объявил о том, что увеличивают продажи валюты на открытом рынке. Было выписано предписание экспортерам также продавать валютную выручку. Ну, в общем-то, это такой посыл рынку, спекулянтам о том, что вот ЦБ не хотел бы видеть рубль, там, ниже отметки 80. Ну и вот пока рынок это 140-120 пока не будет. Вот, да, не то, что пока. Я думаю, в ближайшие несколько лет даже 100 мы не увидим. Там на графике USD рубль, там поддержка есть 7,6,4, согласен, нет? Так, да, действительно есть такая 7,6,4. Можем ли мы ее проломить и укрепить до 75? Вполне. Ну, здесь, смотри, опять же, я, конечно, понимаю, что будут в комментариях, вот опять никто ничего не знает. Вот. На мой взгляд, сразу поясню. Когда я вижу вот такой комментарий, я делаю вывод о том, что человек никогда не торговал на фондовом рынке, либо он только-только начал этим заниматься. На рынке торгуются вероятности. Вероятность бывает низкая, средняя и высокая. Вот грамотные люди, торгующие на фондовом рынке, исходят от этого. Это только фантазеры говорят, безапелляционно будет так и не иначе. Вот такие фантазеры, как правило, затягивают людей в какие-то позиции. Ну, а потом рассказывают, что либо они там быстро перевернулись, либо что-то там еще как-то сделали. Поэтому... Это простые решения, а людям нужны простые решения. На фондовом рынке простых решений не бывает. Фондовый рынок – это очень тяжелый труд, это опыт. Не простые не бывают. Я просто говорю, за это их любят, за простые решения, чтобы глава не болит. Ну, а потом в комментариях можно почитать, кто сколько денег потерял, и в том числе там ко мне потом обращаются, что с этим делать. Понятно. А как еще ситуация с конфликтом между Арменией и Азербайджаном влияет на рубль? Или какого влияния нет? Да я думаю, там особого влияния не было. Это такая локальная тема. То есть, понятно, что Россия вряд ли бы стала вмешиваться в данный конфликт. Тем более, ну, вот как-то тут даже вот, если даже с обывательской точки зрения посмотреть, у нас хорошие отношения с Азербайджаном, у нас хорошие отношения с Арменией. Чью сторону занимать? Вот здесь даже так вот, ну, если да, подумать. У меня слушатели из Армении и Азербайджана, я, пожалуй, помолчу. Ну, это их такой старый, давний конфликт между двумя народами. А Россия, как бы, повторюсь, и хорошие отношения с той и с другой стороной. Но нам еще важно, чтобы Турция не влезла и не стала вытеснена Россия. Создание тюркского великого государства. Ну да, Эрдоган, у него, насколько я знаю, кличка такая подпольная Султан, ну там, в Турции. Вот. И да, есть такие мечты. Я, честно говоря, ничего плохого не вижу в том, что человек, в общем-то, хочет расширить, да, границы, там, своего влияния и, в общем-то, как бы, вернуть, реинкарнировать, там, Османскую империю. Ну, с точки зрения, да, его амбиции. Но в современных условиях вряд ли ему это кто позволит сделать. Ну, Лира летит вниз. Что ему оставить? Ну, смотри, Лира летит вниз. Она уже, наверное, все-таки не летит. Потому что за последние, по-моему, пару дней... Какие пару дней? За последние пару дней турецкие активы пользуются достаточно хорошей популярностью. Ну, понятное дело, из-за того, что они сильно просели. Нет, она идёт вниз и глобально. Что остаётся ему? Какую политику? Смещать? Мускулами играть? Я не думаю, что... Нет, здесь связь, безусловно, есть. То есть, его агрессивная политика, отчасти как и приводит к снижению лиры. То есть, я просто читал экспертов, они говорят, что это может всё кончиться, этот конфликт в Карабахе, ракетными ударами по территории Армении, Азербайджана, Баку. Ну, слушай, если... Такое оружие у них есть. Если не работать в данном направлении, если не развести, да, противоборствующие стороны, как-то не погасить вот этот вот конфликт, то, конечно же, если так стоять в стране и смотреть, может дойти до этого вполне. И тут нам уже делать некуда, всё-таки у нас с Арменией подписаны плённые соглашения военные. Будем надеяться, что до этого всё-таки не дойдёт. По поводу коронавируса. Вот мне заинтересовала такая информация, что специалисты Сбербанка с помощью суперкомпьютера посчитали, что на плато коронавирус выйдет 12 ноября. Ты знаешь, давно уже говорил, когда мы ещё летом с тобой, по-моему, обсуждали перспективу там второй волны коронавируса и в России, и в мире, я тогда сказал, что жёстких мер уже не будет, такие, как были весной. Ну, мы видим, да, растёт число заболевших и не только в России, и в Соединённых Штатах, и в Европе, там статистика разная, только Китай себя хорошо чувствует, оттуда никакой информации нет, как будто там его и нет. Вот, но, тем не менее, может быть, конечно, так и есть. Но уже жёстких блокировок, скорее всего, не будет, вот, с большой долей вероятности. Какие-то ограничения, конечно же, будут возиться. Не так важно транслировать эту информацию о коронавирусе, для фондового рынка это не столь важно? Для фондового рынка нет. А остаётся ещё две темы, это выборы в США и старт сезона отчётности в США. Старт сезона отчётности, да, начинается, по-моему, если я не ошибаюсь, 12-13 октября, это будет на следующей неделе. Очень, вот, как-то не очень, скажем так, хорошо, что сезон отчётов начинается на таких высоких уровнях по S&P. Вот, я, честно говоря, ещё не почитал, какие ожидания заложены в этот сезон отчётности. Так, мельком только видел, что вроде бы заложены неплохие ожидания. Но для рынка, когда заложены неплохие ожидания, это действует от обратного. То есть, для рынка всегда хорошо, когда ожидания занижены. И традиционно у американцев были ожидания занижены. Вот, я поподробнее посмотрю на выходные, действительно, что там по агентствам, какие ожидания заложены. Если высокие, ну, в общем-то, наверное, не очень хорошо, так как по факту выхода отчёта, который не будет дотягивать до прогноза, это будет рассматриваться как негатив. Но есть позитивный момент на Америке, там, с технической точки зрения. S&P 500, в общем-то, вчера пробил отметку 3,430, пока он торгуется над ней. И здесь, в общем-то, у американского бенчмарка есть шансы подойти к отметке 3,500. Ну, вот как-то так, даже 3,500+. Ничего удивительного в этом нет. Давно это обсуждали, что Трампу нужны перед выборами высокие биржевые индикаторы на высоких уровнях. Собственно говоря, всё вот так вот и происходит. Но стоит отметить, нужно следить за уровнем 3,600 по индексу S&P 500 выше головы. Скорее всего, он там вряд ли прыгнет, по крайней мере, не в этом году. Мы говорили о каких-то моментах краткосрочных. Там, Газпром, там, поддержка, там-то-там-то, Сбербан, 25-201. Если к тебе придёт инвестор и попросит, а какие купить активы, чтобы на 3 года просто купить и забыть? Есть сейчас такой ситуации? Вот на российском рынке, я вот не люблю такой момент, такой вопрос, чтобы купить там на 3 года. На российском рынке, ввиду того, что у нас постоянно присутствуют какие-то геополитические риски, страновые, экономические, то есть здесь нужно держать ухо востро. Либо нужна очень низкая база по бумагам, тогда да, можно прицеливаться там на перспективу, там, год, два, три. Вот. Ну, пока вот такой супер, там, низкой базы пока нет. Всё, спасибо большое, Сергей. Будем смотреть, будем смотреть, как идёт сезон отчётности с высокой базой. Спасибо, Андрей.